привет ребятушки и она про приехала с утра пораньше делать мороженое а тут пришло мясо а мясо это говядина а готовится надолго а его надо быстренько скрутить рулетики мы так уже как бы рулетик ну в общем сумма сейчас и сделаем обильно посолим мариновать его не когда поэтому мы все это делаем уходу тут у меня стол чистый вымытый так берем сальвия шалфей наверное по вашим сальвия тимьян розмарин и черный перчик начинаем дружно чихать это я шучу чихать и мясо не надо про массажировали низко берем выровочку и и и и и и и и Мельфриго Шнурок Завязочка И пошла развязочка Мельфриго рулетики сейчас у нас получится. Вот как у меня другое мясо, здесь была зажарка, мы его обжариваем со всех сторон, потом берем белое сухое вино, заливаем, убирает, если есть запах мяса, жира, вот этого супа, белое вино, оно все его, как сказать, делает очень приятным на вкус. Я знаю, что у нас не принято добавлять белое сухое вино, но в Италии это первый конюк к рыбным и мясным блюдам, поэтому здесь оно обязательно, сейчас переверну мясо, выпарится вино и буду добавлять специи. Субтитры добавил DimaTorzok наше мясо стало симпатичнее, не потейте, опять те же специи, которые заканчиваются, неважно, чего больше, чего меньше, между собой они там поделятся. Мясо очень много специй, не напитывает, поэтому эти специи потом остаются в юшечке, которую мы пробьем. Зимой я даже готовлю это мясо в молоке, но летом жарко, в воде нормально, соль можно солить, как Эрика, с пачки. Держать телефон и солить неудобно. Сейчас мы его переворачиваем. Еще я немножко паприки красной добавлю. У меня запаха. Паприка дольче. Вот так. Опс. Перевернем. Стараемся это мясо ложить жирной частью вниз, чтобы оно у нас при тушении не подгорело. Воды вот столько достаточно. Когда оно чуть-чуть начнет увариваться, я его просто перевернула на другую сторону. И часа два с половиной. Потом покажу результаты. Где кушать можно нутеллу ложками? Это у нас, ребята. На три литра молока полтора килограмма нутеллы. Сладковато будет, да? Вкусновато будет. Вот тут у нас уже шоколад следующий, сказал заведующий. Исташковая. Ночкола. Фундук. Эриксончик. Которая тоже на коне, видите? На волне, на кухонной волне. Наша волна заканчивается чем? Прилетками. С таким соусом. Сей сюда онда. Онда геретта. На прямой линии. Кого искупать в горячем молочке? Залезайте. Набрала воду, разогрела. Такая банька с ванилькой. С молочком ловячем. Супер. Знаете, как кожу? Хорошо себе это. Сейчас бы нырнула, выкупалась. Ледяной водичкой ополоснулась. И красота. Приехали мои минские красавицы, танцовщицы. Девочки, которые были здесь в прошлом году. Я им сказала, что у меня есть канал YouTube. Они нас смотрят. Они нас смотрят. Не комментируют. Но смотрят. И смотрите, они приехали с подарком. Они увидели, как мы тут работаем. Хорошо работаем. Боже, они привезли настоящий шоколад. Аленка, Минский, Белорусский. Это самый-самый. Так, девчата. Спасибо вам большое. Специально для вас. Спасибо, зайчики мои. Спасибо вам большое. Мои зайчики. У нас сегодня тут дурдом. Полный дурдом. Дурдом назвать это просто невозможно. У Лилька трусятся руки. Но тут я чувствую, что сейчас пойдет дальше мороженое. Фух. Выдох. Не успела я отблагодарить девочек, как положено. Мне очень жаль, что так они меня в рабочую. Что мы в рабочей атмосфере. Девочки не смогли даже пообщаться, как положено. Все на ходу, все на ходу. Работа есть работа. Шоколадку Аленку я отвезла Аленке. Приехала. Тут все сухо. Огурчики стоят. Красавчики. Улитки их не сожрали. И эти стоят. И эти растут. Может удобрение что-то делает. Сейчас мы это удобрение размоем. Цветочки вам цветут. Птички поют. Что еще надо? Приезжаю с работы. Такая блажь, красота. Ничего тебе не надо. Человек 30 было детей. Мы все в мороженое. Мишель мне штампует эти чеки. Я ору. Стоп, чеки. Потому что дети все вперемешку. Сегодня они были без взрослых. Где-то их воспитатели не присутствовали. Кляну, короче. Такой дурдом. Мишель меня не послушала. Продолжала лупить чеки. Эти дети лезли друг другу на голову. Я им кричу. Всем молчать. Подходим по одному и заказываем. Я говорю, я вас всех вместе не услышу. Тот взял мороженое, хочет лед. Тот взял лед, а хочет мороженое. В общем, дурдом. Так что вот так вот отработали. Завтра Мишель загоню на кухню. Будет исправляться. Будет мать посуду. Вот так вот. Мои девчата говорят. Боже, как вы тут работаете? Вот это так и работаем. Так Эрика сама продала все. Вообще ничего не осталось. Она хотела брать себе выходной на 13-е число. У нее собаку оперируют. Типа вырезают миле, чтобы ей ничего не хотелось. Но она говорит, наверное, я не буду брать выходной. Потому что с такой работой, говорит. Ты со своими баристами, говорит. Просто не управляешься. Тереза бегает вокруг меня, говорит. Тебе помочь мороженое? Я говорю, какое мороженое? Вилки, ложки на кухне. Захожу у нее. Все полное. Она так медленно его моет. Тереза говорит, Лили, иди перемой все. За 10 минут бух-бух-бух-бух-бух-барах-барах-барах. Все раскидали. И кухню вымали. И все закончили. Вот так вот. Так что надо командовать парадом. Потом приезжаешь сюда на огур. Раз, слабончик. И тебе все настолько по барабану. Вот так вот. Сейчас печенюшку съела. Ананасик вчера в свою машине забыла, не посадила. Ой. Ты что там, взапрел, бедняга? Вырастет, не вырастет. Гляньте, какие он несчастные. Еще и с этикеточкой. Этикеточку отрывать не будем. Ну, всунем тебе в землю. Что будет, то будет. Надо было, конечно, в водичку его всунуть. У него же часть подкормки есть. Сюда сейчас мы ему. Вот тут, возле розы. Я тебе место выделю. Больше у нас благоухать, как роза. Вот так вот. Боже ты, у меня майская роза. Ананас. Еще этикетка. Хоп. Так, кулечек, ты не улетай. Но эти кулечки био, они растворяются. О, гляньте. Хорошо мы его пристроили. Перец все равно не растет. А у нас будет расти. Эти розы надо пообрезать. Перец вели уже ничего им. Какой-то бутончик сидит. Ну, что-то на них. Ой, нема в этом году. Кода, нема, когда леньку занят с этим огородиком. Там, бедный, несчастный, наш огород. Ну, мимо сосед мне тоже только что сказал. Говорит, в этом году, наверное, ничего не будет. Вот такие были погоды. Холодно-холодно. Говорит, у меня тоже все. Настолько все, говорит. Ну, дрябленькое. Так что не у меня одной. Ну, я же еще такая хозяйка на огороде. Что я тут делаю? Ничего не делаю. Улиткам сопли подтираю и все. А погода вот такая, видите. Ни одной тучки. Легкий-легкий ветерок. Жарука. Сегодня где-то в тени 26 градусов. Ну, лето еще все впереди. Так что, что нам горевать? Будем помидоры собирать. Так, огурцы, вы тут не погорели? Не, все нормально. Огурчики там живут, живут, живут. Сейчас и вас польем. И всех полью. Так что, всем, ребятушки, пока. Еще раз спасибо нашим минским девочкам. За приятный сюрприз. Они остановились аж за Савоной. Они специально приехали проведать меня. Очень приятно. Так что, девчули, вам хорошего фестиваля. Ну, и, конечно, хорошего отдыха, Виталия. Все. Увидимся завтра. Пока.